Захар Прилепин о Гребенщикове и Шевчуке. Они нас предали. Есть такой Михаил Барзыкин, рок-н-ролльная звезда, основатель группы «Телевизор», которая в 90-м году была такой же известной, как группа «Кино». Я писал про него в книжке «Ботинки, полные горячей водки». Мы записали с ним позже песню. И вот сейчас мы видим, что проходит несколько лет, и Михаил занимает за Майданную позицию. Не за украинскую даже, я сам отчасти украинец, а именно за Майданную. Я глубоко в нем разочарован. Он поет сейчас песню «Прости нас, Украина». А Юрий Шевчук поет «Русская весна, скорее бы кончилась она». А Борис Гребенщиков, песню которого я любил всю свою юность, практически всю свою жизнь, едет к Саакашвили, законченному русофобу, к убийце, к животной твари, которая ненавидит Россию, как таковую. Гребенщиков едет к нему петь песни. «Я не могу это ни осознать, ни оправдать, ни понять. И я с ним расстаюсь, как с частью своей души. Но знаете, если твой близкий человек совершает аномальный поступок, я не должен находить повода, чтобы его оправдать. Хорошо, что это случилось и случилось сейчас, а то могло бы случиться в более опасной, более сложной и болезненной ситуации. И он бы меня предал. Хорошо, что предал сейчас. Это моя позиция. Я не должен никого любить, и они не должны любить меня. Я на Донбассе провел полгода. У меня детей ранило на глазах. Там шесть тысяч человек убили, говорят. А на самом деле восемь. Может быть девять. Там памятник стоит пятидесяти трем расстрелянным детям. Их на самом деле больше убили. А Борис Гребенщиков едет петь в Саакашвили. И говорит, выключите телевизор, и не будет никакой войны. Как не будет никакой войны? Там убили восемь тысяч человек. Как не будет войны? Ты в своем уме? У нас у всех есть война. Продолжение следует...